смотрите эта порода она просто тут такая вся кругом и все это на фоне средиземного моря ребят это нереально вкусно вот это да итак всем привет друзья вы снова на канале пара тревелить это второй выпуск про прекрасный кипр если вы не смотрели первую часть вы можете перейти по ссылке в правом верхнем углу вашего экрана и так в этой части мы решили покинуть наш прекрасный отель наш замечательный пляж неси бич и устремиться на просторы кипра посмотрим удивит ли он нас скажу по секрету он нас очень даже удивил и кстати рекомендую не проматывать ролик потому что мы где-то примерно в середине или может быть ближе к концу разыграем очень ценный денежный приз и даже не один ну а пока смотрим кипа вот это да поэтому устройство очень хорошо можно изучать строение рулевой рейки коленвала дисков тормозов и всяких трубочек ты мой инженер моя жена инженер реально вот она рулевая рейка идет саленблоки вот она вот она идет вот она колеса вот эти вот вот эти вот гармошечки супер вот эти вот гармошечки супер а вот Субтитры сделал DimaTorzok Итак, как обычно пробежимся по некоторым фактам. Кипр является первой в мире страной, которая разместила свою карту на своем флаге. Фактически есть еще одно государство, которое разместило карту на флаге. Это Косово. С юридической точки зрения Кипр весь целиком является одним государством. Но фактически еще с середины 80-х годов около третьей территории заняты непризнанными никем, кроме Турции и Абхазии, государством Северный Кипр. А Никосия – единственная столица в мире, которая разделена между двумя странами, между Кипром и непризнанной республикой Северный Кипр. Через город проходит так называемая «зеленая зона», которая разделяет его греческую и турецкую части. И обе половинки Никосии выполняют роль столицы для своих государств. И между двумя частями города имеется два пешеходных перехода и один автомобильный переезд. Кипр – страна, которая является одной из самых маленьких по численности населения стран-членов ЕС. И только Мальта и Люксембург имеют меньшее количество населения. Каждый пятый человек, проживающий на Кипре – иностранец. Население острова составляет более 790 тысяч человек, из которых около 160 тысяч – турки, 40 тысяч – русские и 17 тысяч – англичане. То есть основную часть населения составляют греки-киприоты. И большинство этих киприотов свободно говорят не только на греческом, но и на английском языке. Ведь он является вторым государственным языком. А все потому, что Кипр долгое время был английской колонией. И только в 1960 году Кипр стал независимым государством. Но немножко англичанам все-таки осталось. Около 2% территории острова Кипр находится под контролем Великобритании. И там расположены военные базы этой страны. В городе Пафос так много различных археологических объектов, имеющих огромную ценность, что весь город целиком был внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО. На Кипре есть несколько радиостанций, вещающих на русском языке. Волшебные замки существуют. Ведь русских здесь очень-очень много. Считается, что на Кипре самый здоровый климат на Земле. Согласно статье, опубликованной в британском медицинском журнале, Кипр обладает наиболее благоприятными условиями жизни. Вследствие чего число долгожителей в данном регионе является наивысшим по сравнению с остальными странами. Кстати, Кипр является одним из мировых лидеров экспорта вина. Ежегодно здесь проходят так называемые фестивали вина, на которых, заплатив всего полдоллара, можно неограниченно пить этот напиток богов. Ну и наконец, самая южная точка Евросоюза расположена именно здесь, на Кипре. Смотрите, вот наш отель. И через дорогу, если перейти в противоположную сторону от пляжа, тут есть такое кафе, жопное мы его называем, да, ну, жопное. Здесь очень неплохая кулинария, то есть покупаете с собой, там, не с собой, ну, в основном с собой, здесь только стоит, очень много всяких там готовых блюд, от пирогов до салатов там и что угодно. В общем, если хотите сэкономить немножко, не в баре покупать, да, хотя в баре, в отеле тоже неплохая еда, но чуть дороже, понятное дело, вот здесь неплохой вариант. Значит, будете в отеле Васос, очень рекомендую вам устраиваться вот на газончике, то есть вот там бассейн, вот здесь бассейн, да, уже буквально рядом, но там куча народу, здесь народу никого, только один лежак занят, и вот мы и заняли, и это в разгар сезона в августе. Здесь каждый день, вот на газончике никого нет, очень приятный газончик, крайне рекомендую. И на этой лужайке сооружают еще шатер для массажа, все думали, что они сооружают, уже дни пять делают. В общем, этот сам массажист китаец, у него же на Мэйке массажистка есть, вот прямо супер, я к ней через день хожу, очень классная, ай, очень классная массажистка, ну, он, наверное, тоже классный, я у него не был, ну, китайцы, они чисто китайцы здесь. Так, оказывается, у нас был тут теннис большой, я даже не знал, снизу как-то он не бросается в глаза. Как я и говорил раньше, что здесь популярен на прокат баги всякие, квадроциклы, тут они паркуются, и все, получается, вот наш уже отель, вот бассейн наш, первый, второй бассейн, и там следующий отель. Вот это Фредо Капучино, это обычный капучино, сюда добавляются либо лед целиком, ломтиковый, либо просто они его размалывают, везде по-разному, но конкретно в нашей отеле это лед. А вот это называется фраппе, есть много разных фидов фраппе, здесь, например, с мороженым, есть просто с молоком, есть без молока, есть просто лед, есть вода. Фраппе это вообще национальный кипрский напиток, они его пьют холодным. Ну, как и Фредо, как и Фредо, наверное, да. И еще очень важно, что фраппе делается, фраппе Капучино из натурального копия зерен, а это делается либо из молотого, либо из растворимого. В общем, вкусноты сумасшедших всех этих дел, это чисто кипрские дела, чисто кипрские, вот это просто везде, на каждом углу. Правда, у нас сейчас тоже в Питере так делается. Так, по субботам происходит такая канитель. Со всех близлежащих городов, в том числе столица Никосея, съезжается в нашу любимую родную Айяннапо. Видите, такая пробка. Обычно здесь машина вообще нет в будни, ни суббота. И вот, смотрите, для сравнения понедельник. Все, никого нету, все разъехались, свобода передвижения. Шикарно! На фоне прекрасной природы, так приятно посидеть. в отеле на ужине. И поесть осьминогов, например. Огромное, конечно, крошка на кипре, да? Все, если бы, змеи были врачи. Вот они просто везде, они лезли. К вам на лежак, везде гладить их надо, смотрите. Вот сама залезла, да? Да, и все, и гладить. Видите? Кошара. Ой, кошара. Вас что, никто не гладит здесь? Вас что, никто не гладит? Борды. ПОДПИШИСЬ. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Мы приехали в нетуристическое место, о нем почти никто не знает И называется Белые камни Но во всех картах можно ввести White Stones И Google карты, и Maps.me эти названия видят и приведут вас сюда Вестечко очень красиво, и здесь замечательный ресторанчик, в котором мы пойдем буквально через... Да, это, скажу, это таверна Вот здесь шикарные делают мизе и шикарные рыбные тарелки Вот мы еще не пробовали, но нам посоветовали знакомые Поэтому мы сейчас все это дело опробуем А пока просто наслаждайтесь видами! На самом деле, это природный известняк Он достаточно такой, смотрите Пачкается, то есть фактически это мел Это мел, то есть если тут по скалинцу упасть Будешь весь белый, как моя футболка Но мне не страшно, я же в белой футболке Посмотрите, эта порода, она просто вот такая вся кругом И все это на фоне Средиземного моря Тут можно приехать, валяться, загорать Но все полотенца, все это будет у вас уделано в белом мелу Или в мели, как правильно Такой марсианский пейзаж, я бы сказал Так, осталось спуститься так, чтобы не упасть Кое-чем, ну не в грязь, а в белую грязь, можно так сказать Здесь очень красиво и потрясающе Здесь так необычно, как в луне А тут лунатики живут, наверное, да? Пойду по пескам, по скалам Пройдусь О, на край Кратера лунного Так, а здесь уже обрыв Пекс Пекс Шмекс Миланке не повезло Вот она уже в белом известняке В этом Ну что, осталось тогда отведать прекрасных морепродуктов В этой таверне Друзья, будете в этой таверне Но не откажитесь себе в тарелке с морепродуктами Они бывают разных видов Это примерно средняя по размеру Есть где больше, есть где меньше Порядка 2 человек Настрой, я думаю Я надеюсь, нам хватит Я надеюсь на это Но я не верю в это Как оно? Ребят, это нереально вкусно Он просто тает во рту Я еще не ела Что, даже не резиновые, что ли? Это вообще не осьминог Это не резиновые, что ли? Да, это просто нечто На самом деле, я могу сказать такую вещь Что вот Эти осьминоги, они правда очень Я таких никогда не ел, ни в одном ресторане Они просто космические Только мы сказали, что объедись в хлам Все мы этим рыбным забилием Так нам берут и приносят халяву арбузики Такие сладкие шарики Ну зачем, ребята, вы так изгаляете? Зачем? Так, значит, по поводу цены Что получилось Тарелка стоила Рыбная вот эта вся морепродукта 46 евро Вино был, бокал 5 евро Пивной вот этот с фруктами Был 5 еще, 5.75 евро И какой-то нам напиток Биланка пила за 5 То есть ценник чуть выше среднего По напиткам И в принципе очень прилично Наверное, нормальный Как бы по морепродуктам Я вам сейчас просто покажу Какие еще есть варианты морепродуктов По тарелкам Ну, во-первых, тут есть всякие аперитивы Все это рыбное, естественно Это рыбный ресторан Различные такие маленькие закусочки Все это там в пределах 4-5 евро Да? Вот, может быть салат Салат, сразу говорю, берите один на двоих Не пожалеете Ну и ценник у него, естественно Вот маленький 13.70 Даже маленький будет большой Большой 24 Ну большой даже на троих можно взять, например Да? Вот различные всякие просто главные курсы Да? Главные блюда То есть вы сможете производить рыбу и так далее Вот Но я крайне рекомендую вам брать Не вот эти вот Отдельные рыбки какие-то Или отдельные мидии Кстати, говорят 15 евро стоит вот такая тарелка Смотрите, сколько штук Очень много мидий Или, допустим, взять вот таких вот крабиков За 15 евро можно отдельно Если вы не хотите много есть морепродуктов Хотя я не понимаю, почему вы не хотите их есть Так вот Я вам крайне рекомендую брать вот такие плетерсы Они же мизе То есть, например Да, они отличаются друг от друга Ну, они примерно одинаковые Ну, а где-то больше креветок И меньше мидии Или наоборот Там нет мидии И больше рыбы И так далее То есть в среднем Чтобы на двоих вам уесть А вы уедите Да, это вот Ну, в среднем 44 евро Это на двоих Вот Капитан Плейтон Да, 47-46 евро Да, Куин Да Мы конкретно взяли Сейчас скажу Мы конкретно взяли Вот еще Две страницы таких разных тарелок Вот И мы взяли вот такой Angel Made Plater За 46 Это 18 средних креветок Свежие кальмары Осьминог Мидии Рыбное филе Ребят, мы на троих уелись Ира даже Половина не села Что хотела А так Если отрываться По полной программе Вообще По полной программе Берете Альмани Плейтер За 59 евро Это самое дорогое Здесь Самое дорогое блюдо Вы получаете 30 маленьких креветок Свежие кальмары Осьминог Мидии Морской лещ Да Либо берете За 59 евро Еще Делиши Сплейтер 12 больших креветок Уже Королевские Потом 12 средних И 12 маленьких А, это чисто креветочное Смотрите Это чисто креветочное меню Да Здесь нет Не иметь И так далее Я рекомендую Брать что-то Вот Связанное С мидиями Чтобы это было Разнообразие Сминожки Мидии Здесь Кальмары Пять видов Морепродуктов С рыбой Еще плюс Рис и картошка В каждом Люде То есть Вы понимаете Хлеб бесплатно В конце Арбуз Вот Обслуживание Уходит в стоимость Вообще Идеальное место Господа Идеальное Я крайне рекомендую С того Попасть А так Кто к нам Пришел Тут Морда Тут Морда Такая красивая Рыжая Наглая Морда Да Собака На берегу Моря Тут уже вечереет Уже Порядка Семи часов Но светло Достаточно Светло Красиво Самое главное Ребят 31 градус Сейчас в тени Восемь вечера Обалдеть Это кто тут К нам прилетел Привет Дружище Нашел нас И так Внимание Друзья Конкурс От парад Тревели Да Мы решили Разыграть Небольшой приз 5000 рублей Достанутся Тому Кто поставит Лайк Напишите Интересный Комментарий Подпишешься На канал Сделаем Это Рандомно В нашем Инстаграм Кстати Знаешь Что я подумал Давай еще 5000 рублей Разыграем Хорошая идея Просто Комментарий Который нам Больше всего Понравится Просто Нам понравился Лучший Комментарий Для нас 5000 Первый Это Рандомно Мы разыгрываем И вторые 5000 рублей Мы разыгрываем За лучший Комментарий Да Все Подробности Будут В инстаграме Лобис 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 Ари Йо Итак Мы В Лимассоле Друзья Лимассол Очень классный Красивый Современный Город Его еще Называют Второй Столицей Ну Негласно Естественно Потому что Столица Никосея Кстати Проезжаем Очень красивое Офисное Здание Лимассол Был Разведен Еще В 4 Веке До Нашей Эры Достаточно Древний Город У него Есть Маленький Свой Старый Город Пол Таун Так называемый А сейчас Посмотреть Как выглядит Набережная Променад Все это Очень напоминает Тель-Авив Да Похоже Еще на Тель-Авив Кстати говоря Посмотрите Вот тут Есть ссылочка Нажмите на нее Посмотрите Про Тель-Авив Тоже Мы снимали Фильм Лимассол Это идеальное Место Для перемещения По острову Потому что Он находится Примерно Посередине Очень удобно Есть Например Город Пафос Или В другую сторону В сторону Там Парк Протараса Айянапы И по различным Деревушкам И так далее Экскурсиям Оттуда Очень удобно Потому что Если вы живете Либо в Пафосе Либо в Айянапе Получается Очень далеко Очень далеко Получается Смотрите Еще какое-то Интересное Строящееся Здание Кстати Очень много Строек Застроек Такие они Строят Именно В очень Такие Высотки Именно Такие Почти Небоскребы Тормози Хорошо Прям Смотри Офигенно Это Лан Не знаю Лан Это Может быть Наверное За последние Десятилетия Лимассол Был очень Сильно Благоустроен С точки зрения Проживания Он очень Удобен И Правительство Выделило Более 18 Миллиардов Евро Если я не ошибаюсь Миллионов Скорее все Миллионов Но тоже Немало Чтобы Устроить Улицы Разбить Парки Сделать Вот эту Замечательную Набережную И Были Открыты Три Университета И Что самое Интересное В Лимассоле Проживают 200 тысяч Киприотов И 50 тысяч Иностранцев То есть Это Очень Удобное Место Для Проживания Людей Из Других Городов Стран И Континентов Это Набережная Мола Протяженность Много-много Километров В принципе Небольшая Песчаная Полоса Но Расположиться Эти Такие же Домики Потертые Стоят Старенькие Много-много друзья смотрите какая красивая набережная лимасола есть где разгуляться все это намного-много километров понятно куда не вбухали 18 миллионов евро до всякие тут кафешечки какие-то прогулочные зоны такие деревянные настилы все это на берегу моря и просто сесть вечерком на скамеечку и встречать закат солнца сансет дате лимасола входит в топ-100 городов мира по уровню жизни именно по комфорту проживания а кстати знаете да историю про кошек что на кипре вообще много в принципе очень кошек есть места где просто огромное скопление а все делалось в том что здесь было когда-то очень много змей и решили завести кошек чтобы тесто верить змей ну не знаю насколько сильно они их истребили но кошки но в кошки тут расплодились прилично окошка кошка они пришли нашли нас и такие вытянутые слегка да все не салон их вытянуты нас и нормальные кошки смотрите какая красота ребятушки знойные вы наши скайбот человек колян еще одна ночь покурим потанцуем пошел курить и танцевать у нас отключился свет рубанул свет итак вот принесли блюдо называется клевтику клевтику это очень популярное блюдо мясное баранина нежнейшее и на выбор вы можете если бы салат либо картошку фри как вот миланка слада либо рис можно еще гарнир у них идут на выбор рис картошкой где-то стоит 13 евро у миланы там курицу там за 10 евро вот такой такая таверна порции конечно космические смотрите вот просто рыба да идет это целиковая рыба и вот отдельно дали еще тарелку салата вы понимаете вот этот человек собирается есть вот это все рыба называется морской какой-то морской черт девчонки было супер итак мизе таверна миланкина разуме мне понравилось было вкусное курица было большие порции было все очень шикарно и один раз даже вырубил свет так что драйв экстрим вы тоже возможно получите это не суть самое главное красивый полная загрузка на называется ресторан мизе таверна по гуглу у него оценка 4 и 8 баллов из 5 возможных то есть понимаете это очень высокая оценка и тут же барбершоп как идешь полимасолу идешь и бас тут ботиночки висят понимаете ли на проводах это может быть это из серии такой начались у нас игра залезть на стол и ведь губок все знают такую игру вот возможно здесь такая итак мы дошли для самой высокой точки мыса это монумент мира итак мы Субтитры сделал DimaTorzok